МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На 12-м канале час новостей в студии Денис Онос. Здравствуйте! О событиях этой пятницы расскажем прямо сейчас. Выгорела вся улица. В микрорайоне Новоалександровка огонь уничтожил десятки жилых домов. Подробности с места происшествия в прямом включении. Стихия добралась и до Называевска. В Омской области из-за пожаров введен режим ЧС. И апокалипсис сегодня. Регион накрыла пыльная буря. Шквалистый ветер ломал деревья и сбивал пешеходов с ног. Начнем выпуск с ЧП на окраине Омска в поселке Новоалександровка. Продолжается борьба с крупным пожаром. По предварительной информации, уже сгорело около 20 домов. На место происшествия выехал мэр Сергей Шелест, а также представители прокуратуры. В Новоалександровке сейчас находится и Никита Гайдаш. Никита, добрый вечер. Опиши происходящее. Насколько тяжелы последствия пожара? Здравствуй, Денис. Да, действительно, ситуация в микрорайоне Новоалександровка по-настоящему непростая. Находиться здесь до сих пор сложно. Сложно дышать. Едким дымом заволокло практически всю улицу. Дело в том, что микрорайон состоит практически из одной длинной улицы. И в самом конце этой улицы произошло вот такое возгорание. Тушение пожара сейчас все еще продолжается. По словам местных, первых пожарных здесь вызвали еще в 2 часа дня. И достаточно оперативно спасатели прибыли на место. Сначала горела сухая трава, а после огонь перекинулся уже и на постройки, в том числе и на жилые дома. Все службы пожарные прибыли оперативно. Но самое главное, я думаю, вы видите и по мне, и по кадрам, которые сейчас мы вам показываем, что сквалистый ветер очень серьезно осложнял работу пожарных. Он менял свое направление практически несколько раз. И бороться со стихией, таким образом, спасателям было намного сложнее. По предварительной информации, сгорело 20 домов, по предварительной информации МЧС. И горела трава, общая площадь пожара больше 3000 квадратных метров. Многие люди лишились крова, как мы уже узнали. Но опять же от местных жителей мы узнали, что большинство хозяев тех домов, которые сгорели, или многие из них были во время пожара на работе. Единственное, что сейчас известно официально о пострадавших, это что один человек погиб, и еще одного серьезными ожогами госпитализировали в больницу. Мы пообщались с местными. Давайте послушаем, что нам рассказала одна из женщин дом, который сегодня также сгорел в этом ужасном пожаре. Звонит мне сын, полчетвертого. Мама, срочно поехали, деревня горит. Соседи сказали, там начали гореть. Я говорю, давай. Я его беру, подъехала, взяла, посадила в машину, и мы приезжаем. Приезжаем, нам тут кричат, нет, нельзя. Я смотрю, ошарашенно, домов половина нет. Соседка, там у ней коровы, все. Сын побежал, я за ним. Я успела схватить там футболку его, или даже не поняла на это. И документы, он давай хватать баллоны, вытаскивать, выкидывать. На место пожара в микрорайон Новоалександровка оперативно прибыл и мэр города Сергей Шелес. Сейчас он здесь находится в составе штаба вместе с спасателями. И давайте у него сейчас узнаем самую последнюю информацию. Сергей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что можете сказать, что известно на данный момент, какова ситуация, насколько она сложная? Значит, порядка 21 дома сгорело. Удалось пожар, несмотря на такую погоду, локализовать. Привлекли еще порядка 10 единиц Омск-Водоканал, управление дорожного хозяйства, благоустройство, тепловая компания. Прислали сюда цистерны свои, трактора, опахали все вокруг. И я надеюсь, что сейчас уже до конца практически заканчивают, если вы видите. Еще пожар есть, но уже носит такой локальный характер. Сергей Николаевич, мы видим, что активная работа ведется и представителями округа здесь на месте. Опрашивают пострадавших, я так понимаю, оценивают ущерб. Вот скажите, какая работа сейчас предстоит, я так понимаю, сегодняшней ночью, наверное, бессонной для вас и завтрашней, в ближайшие дни? Здесь штаб мы организовали, все люди задействованы, все, кто должен быть. И со стороны органов правоохранительной, и прокуратуры, УВД. Соответственно, сейчас идет перепись всех пострадавших людей. Далее мы определим их на ночлег. Завтра утром начнутся работы по поставке необходимых вещей, по восстановлению документов. И впоследствии, я надеюсь, что мы все это постараемся помочь людям, все, что можно сделать. Сергей Николаевич, я правильно понимаю, что часть людей все-таки была эвакуирована, да? К сожалению, один человек пока пострадал, один человек отвезен с ожогами порядка 5% в больницу. Остальные, пока у нас нет сведений, что кто-то еще есть пострадавших. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Ну и в конце хотелось бы добавить, что нам уже известно, что штаб здесь, на территории микрорайона Новоалександровка, продолжит работать до полного окончания тушения пожара. И более подробную информацию мы обязательно сообщим в следующих выпусках Часа новостей. На этом у меня все. Денис. Спасибо, Никита. Никита Гайдаши из поселка Новоалександровка, где огонь сегодня уничтожил десятки жилых домов. Ситуацию на личном контроле держит глава региона. По решению Александра Буркова на территории Омской области из-за пожаров введен режим ЧАЭС. Все, кто пострадал от стихий, как отметил губернатор, получат помощь. Огонь сегодня бушует по всему региону. По официальной сводке от МЧС в деревне Верблюжье Саргатского района сгорело 10 построек. Среди них 4 жилых дома. Как сообщают местные жители, горят и села Баженово и Степановка. Уничтожены жилые дома и в Называевском районе. Наш материал. И такая ситуация сегодня практически по всему Называевску. Райцентр заволокло густым дымом. Повсюду полыхает сухая трава. Огонь быстро перекинулся на жилые дома и хозпостройки. Первые спасатели прибыли на место возгорания еще в 12 часов дня. На тот момент огнем было охвачено два жилых дома. Везер сильный, полосой дома выгорели на северной стороне. Несколько загораний было на южной тоже. Дома два пострадала. Далее события развивались стремительно. Точного количества пострадавших домов нет, но счет скорее всего идет на десятки. Просто смотри, тут все горит. Все, все дома погорели. Погорельцев, а также жителей домов, которым может угрожать пламя, эвакуировали. Для них экстренно подготовили пункты временного размещения. За это отвечает местная администрация. У нас есть такой пункт временного содержания. Это общежитие техникума нашего аграрно-индустриального. Это 70 человек мы сможем там разместить. Плюс оставшихся людей будем размещать у нас издание гостиницы. На месте сейчас работает специальная комиссия. Руководство МЧС, следователи и правоохранительные органы держат ситуацию на контроле. У людей сгорели в том числе и документы. Их необходимо будет восстанавливать. Предварительная версия пожара – короткое замыкание в трансформаторной будке. От искры загорелась сухая трава. Из-за шквалистого ветра огонь перекинулся на постройки. На помощь в тушении пожара подняты по тревоге все службы не только Называевского района, но и соседних – Исселькульского и Крутинского. Из Омска прибыл на тушение пожарный поезд. Сейчас спасатели пытаются локализовать. Пламя проливают территорию, где огонь уже потушен. И, вероятнее всего, спасательные работы будут продолжены. И ночью. Елена Бобкова, Марина Малькова, Дарья Шадрина и Никита Гайдаш. 12 канал. По уточненным данным, которые приводят в МЧС, сгорело 52 постройки. 29 из них – дома. В пункты временного размещения эвакуировали 105 человек. Что предпринимают, чтобы помочь местным жителям? Наша съемочная группа уже завтра отправится в Называевск. Смотрите специальный репортаж 7 мая на 12 канале в 19.30. Ну а чтобы ликвидировать ЧП, в районах мобилизуют всю технику, предназначенную для тушения пожаров. Придется расширение минерализованных полос на въездах в леса. Во всех горячих точках отключают электроэнергию. Это должно помочь избежать коротких замыканий и повторных возгораний. Для обеспечения электричеством соцобъектов в работу вводят резервные источники питания. Администрациям поручено подготовить пункты временного размещения людей. Пострадавшим уже оказывают психологическую помощь. Омская область сегодня приняла на себя удар сразу нескольких стихий. Город накрыла пыльная буря. Штормовый ветер ломал деревья, вырывал заборы и буквально сбивал с ног пешеходов. Погода внесла коррективы и в расписание Омского аэропорта были задержаны рейсы из Москвы и Новосибирска. Все подробности в материале Ангелины Руновой. Город во власти стихии Омск накрыла пыльная буря. В центральном округе Шквалист ветер обрушил березу на улице Березовой. Она рухнула на проезжую часть неподалеку от областной больницы. Лишь по счастливой случайности обошлось без жертв. Бульвар архитекторов. Еще одно дерево вырвано с корнем. На улице Киевской тополь оборвал провода. И это не единственная авария на линиях электропередач. Чтобы предупредить новые ЧП, работники устраняют последствия урагана в режиме нон-стоп. На шторм жалуются и пешеходы, которых стихия атаковала в Омской крепости. На территории комплекса порывы ветра перевернули общественный туалет. Пользователи социальных сетей пытаются разрядить обстановку. Шутят, кабинка прилегла отдохнуть. Компанию ей составила детская горка. Конструкцию опрокинула на бок. Не повезло и рекламным щитам. Подсчитывают омичи количество снесенных ветром остановок. И пока пешеходы спасаются от летающей фанеры и бревен, водители жалуются на нулевую видимость на дорогах. На улицах заторы. Час пик. Автолюбители стоят в многокилометровых пробках. Положение спасают лишь фары. В пыльном тумане они единственные маяки. Ничего не видать. Кошмар просто. Автолюбители начинают подсчитывать убытки. Под обрушенными заборами и крышами иномарки. Виной всему, говорят эксперты, циклон. Отсутствие осадков и сухая земля в тандеме. Благодатная почва для ЧП и разгула песчаной метели. И пик бури, уверены метеорологи, еще впереди. Сильный ветер. Мы прогнозировали основная градация 18-23 метра в секунду, а местами 25-28. Это уже градация очень сильный ветер. Ждем местами осадки, дождь по северообласти, переходящий снег и понижение температуры в течение дня. Порывистый ветер будет бушевать в регионе и завтра. А столбики термометров вместе с тем опустятся до совсем не майских минус трех. Спасатели советуют амичам быть внимательнее и в ближайшие часы без крайней необходимости на улицу не выходить. Ангелина Рунова, 12 канал. К другим новостям. Умские военные и представители федеральных ведомств больше пяти часов маршировали по Соборной площади. В центре города накануне прошла генеральная репетиция Парада Победы. Чтобы отработать программу до мелочей, чеканить шаг пришлось до глубокой ночи. Торжественное построение станет главным событием 9 мая. Его 12 канал покажет по традиции в прямом эфире. Начало трансляции в 11.45. Ну а сразу после шествия бессмертного полка нано тоже станет одной из самых масштабных частей празднования Дня Победы. Сопровождать колонну в Омске будут более полутора тысяч волонтеров. Формироваться она начнет 9 мая с 11 утра на Красном пути на участке от Кемеровской до библиотеки Пушкина. Старт шествию дадут сразу после завершения торжественного построения войск омского гарнизона. Произойдет это примерно в час дня. Увидеть шествие бессмертного полка жители региона также смогут в прямом эфире нашего канала. Ну а о том, как Омск встретил 77-ю годовщину Победы и о героях, которые смогли ее завоевать, расскажут наши корреспонденты. Смотрите выпуск новостей 9 мая в 17 часов и в 19.30. В память о подвиге воинов Великой Отечественной и в поддержку спецопераций на Донбассе. В Омске сегодня стартовал забег Победы. Он собрал почти 500 человек, жителей города, военных и спортсменов. Под знаменами своих «не бросаем» марафонцы пробежали почти 4 километра от площади Бухольца до бульвара Победы. Организаторами забега выступили представители Российского союза боевых искусств и сотрудники Департамента военной контрразведки Федеральной службы безопасности. Забег дался довольно легко. Замечательное настроение было. Считаю, что обязательно нужно проводить такие мероприятия, потому что нужно помнить о всех, кто сражался за нас. Омичи приглашают принять участие в интерактивной программе «Пять шагов к победе». Пройдет она 9 мая на Леди Ветеранов с 4 до 6 вечера. Здесь можно будет сфотографироваться в форме красноармейцы, посмотреть технику военных лет, поучаствовать в сборке автомата Калашникова, попробовать солдатскую кашу, спеть у землянки вместе с артистами творческих коллективов региона. Кроме того, все желающие смогут почитать настоящие фронтовые письма, получить на память Георгиевскую ленту и послушать праздничный концерт. Символ победы каждому омичу. В преддверии 9 мая волонтеры «Единой России» вышли на улицу города. Активисты раздают жителям омско-георгиевские ленточки. Работают и в парках, и в скверах. Волонтеры не только вручают символ победы, но и рассказывают о мечам, о его истории. Планируется, что в праздничные дни на территории региона волонтеры раздадут больше 30 тысяч георгиевских лент. Умский ЖД вокзал в рамках акции, посвященной трудовому подвигу омичей в годы войны, сегодня принимал тематический поезд. На перроне эшелон встречали патриотическими песнями и вальсом победы. В составе шесть вагонов, в каждом определенная экспозиция. Например, редкие кадры эвакуированных в наш город предприятий. Стоянка электропоезда продлилась ровно час. Сейчас за это время пассажиры смогли узнать много нового о развитии сельского хозяйства во время Великой Отечественной, о деятельности образовательных организаций и детских домов. Материалы для выставки подготовили крупнейшие вузы города и областные судотряды. Поэтому у молодежи была отличная возможность не только восполнить пробелы в знаниях истории, но еще и познакомиться с учебными заведениями, чтобы определиться с будущей профессией. Продолжаем выпуск. Подготовка к реконструкции улицы Крупской на Левобережье идет полным ходом. Изменятся изменения, коснутся прилегающей к ней дублера Лукашевича. Здесь уже работает техника. Завершить масштабное преображение планируют до 30 сентября. Проведут его в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Рабочие уже расчищают улицу Крупской до четырех полос, обустроят тротуары и велодорожку, карманы для остановок транспорта. Проведут линию освещения. Сейчас бригады на подготовительном этапе. Снимают растительный грунт, разбирают тротуар, монтируют ливневую канализацию. После приступят к основной части работ. Сибирский сафари-парк в север Омской области сейчас напоминает огромные зверинец. У животных большое переселение. Дикие звери, лось и косули устремились в центр региона. И не всегда такое большое путешествие проходит без жертв. Животные выбегают прямо на дорогу, пробивают стекла машин. Вслед за зверями в поисках легкой добычи отправляются и браконьеры. Что грозит тем, кто ведет на них незаконную охоту, а также какое наказание понесут водители, случайно сбившие зверя, выясняла Екатерина Шипилова. Осторожно, дикие звери. Сейчас север Омского региона будто один сплошной сафари-парк. У животных большое переселение. Не обращая внимания на людей, они бегут по полям и дорогам в центральные районы, а также на юг Омской области. Туда, где меньше болот, а значит и комаров. Гнус особенно докучает самкам. Многие в положении. Надоедливые насекомые портят жизнь и заставляют нестись вовсю прыть. На трассе Тюкалинск Большие Луки есть десятки точек, где проезжую часть могут переходить дикие звери. Миграция лосей очень опасна для водителей. Дело в том, что зверь появляется внезапно. К примеру, вот из таких чащ. Вес взрослого самца достигает 500 килограммов. И при столкновении такая туша обычно залетает в салон и давит всех, кто находится внутри машины. В этом году в Омской области уже случилось ДТП с диким зверем. Водитель не заметил Сахатова. Животное погибло на месте. Машина серьезно повреждена. Но люди отделались испугом. Инспекторы говорят, невероятно повезло. На моей практике помню, что года три назад на Большоуковской трассе была семья погибла со столкновением с лосем. Они, как полагается, невысокие на ногах. И они, получается, заходят в салон. В случае, если дикий зверь все же оказался под колесами, необходимо действовать, как при любом ДТП. Вызвать инспекторов. К сбитому животному не подходить. Опасно. С места аварии не увозить. Это уже незаконно. Животному миру причинен ущерб. Участник аварии обязан заплатить штраф. При наличии полиса ОСАГО всю сумму Министерству природы выплатит в страховка. Иначе придется раскошелиться водителю. Дело затратное. Лось обойдется в 80 тысяч рублей. Олень в 70. Косуля в 40 тысяч. Совсем другие цифры для браконьеров. Многие охотники знают места, где те же лосью массово перебегают трассу. Караулят живность в ночи и отстреливают прямо с машин. Подобные действия запрещены. Потому на дорогах дежурят усиленные патрули. Инспекторы досматривают каждый первый внедорожник. Если в машине есть оружие и уж тем более сырое мясо, повод к тщательной проверке. У Виктора Солнцева при себе оказалось ружье. Впрочем, есть и документы. Мужчина уверяет, стреляет только в пернатых и в разрешенные сроки. Я на пенсии купил здесь избушку. И вот на лето сюда приезжаю на охоту. Тут грибы, ягоды, все есть. Все есть. Озера кругом. Озер очень много, богатая рыба. Себе дороже бывает. Если какие-то нарушения, если там алкоголь туда-сюда, с этим строго же сейчас. Поэтому соблюдаете? Конечно, конечно. Мне легче соблюдать, чем нарушать. Но законопослушные, конечно, не все. Несколько дней назад инспекторы задержали браконьеров, что называется, с поличным, когда те пытались застрелить Сахатова. Зверь был ранен. На место вызвали ветеринаров, но подбитое животное никого к себе не подпускало. Сутки люди наблюдали со стороны, потом лось окреп и убежал. Стрелявшие задержаны, оружие изъято. Идет следствие. Если бы зверь погиб, нарушители могли бы отправиться за решетку на 5 лет. Плюс заплатить штраф. За самца 240 тысяч рублей. За самку больше, особенно если она беременна. Сумма может доходить до миллиона рублей. Большой переход живности с севера на юг продлится до конца мая. Все это время на дорогах продолжатся рейды. Вновь в усиленном составе инспекторы выйдут на дороги и осенью, когда звери станут возвращаться в свои зимние резиденции на болото. После переезда официально разрешат охоту на копытных. Только тогда, говорят специалисты, условия игры справедливые. Зверя нужно выслеживать в труднопроходимых местах, выжидать на морозе в скротках. Дело истинных ценителей. Браконьерам кажется легче, но ведь и за ними открыта настоящая охота со стороны охранников природного мира. Екатерина Шипилова, Денис Лопарев, 12 канал. И смотрите во второй части выпуска. Западные бренды «Давайте до свидания». Омские производители готовы сразиться за качество одежды с мировыми лидерами. На чистоте праздника в стране отмечают День радио. Монте-Карло Омск по этому случаю запускает новые проекты. И хвостатые стражи омских дорог. Четвероногие звезды опасного перекрестка. Вновь удивляют омичей. Кедровые бани-бочки. Скидки. Доставка бесплатна. Кедровый мир. 50-50-24. Все поднимают цены. Мы снижаем. Прожектор галогенный 150 ватт. 99 рублей за штуку. И еще 1000 позиций по распродаже. Весь свет. Лермонтова 192В. Сегодня мы поговорим об одном из видов протезирования при полном беззубии. Так называемой технологии «Всё на четырех» ОЛОНФО. Данная технология подразумевает установку четырех имплантатов на одной челюсти пациента в определенных позициях, что позволяет зафиксировать на этих имплантатах несъемную ортопедическую конструкцию. Большим преимуществом данной технологии является возможность зафиксировать у пациента несъемный временный протест в день операции. Семейная стоматология. 45 06 05. Автосалон «Автобанк». Выбери свой проверенный автомобиль с пробегом. Коммунальная 2, корпус 1. Омские бизнесмены готовы заменить зарубежные бренды одежды, в том числе и сам эксклюзивные. Так, местное производство «ТСВ Худи», созданное меньше двух лет назад, уже активно работает с магазинами разных брендов и отшивает для них коллекции одежды, спортивные костюмы, платья, худи, свитшоты, футболки и брюки. После ввода санкции омскому бренду удалось оперативно найти новых поставщиков, которые готовы снабжать тканью самого высокого качества. Подробности в нашем материале. Это дизайнерское решение. То есть здесь ткань получается вывернута наизнанку и прошита. И когда люди видят этот костюм, они говорят, блин, классно, мы не будем похожи на других. Индивидуальный подход к каждому клиенту – одна из главных особенностей омского производства одежды «ТСВ Худи». Бренд на рынке меньше двух лет, но уже сотрудничает с компаниями Омска и других городов, шьют для них целые коллекции. Сейчас в основном работают на интернет-площадках и ищут новых партнеров на оптовый пошив. Своим клиентам «Омский бренд» предлагает огромный выбор самой разной одежды. От домашних комплектов до спортивных костюмов, футболок и брюк. А также полное сопровождение для корпоративных клиентов. От выбора тканей, создания авторских лекал до готового изделия. Конечно, имеются уже наши лекалы, из которых мы отшиваем определенную нашу линейку одежды. И можно что-то сделать на заказ. Мы готовы для человека разрабатывать лекалы. Если он хочет подчеркнуть свою индивидуальность, мы ему с удовольствием в этом поможем. Плюс качество. То есть мы за этим следим, за пошивом, за качеством ткани и готовы за это нести ответственность. Несмотря на западные санкции, омскому бренду удалось быстро перестроиться и найти новых поставщиков. Люксовые ткани, футер, велюрка, шкарсе и вискозу самого высокого качества нашли в соседнем Узбекистане. Также планируют продолжить работу и с турецкими производителями. Но по-новому теперь уже без посредников. Намерены и серьезно снизить стоимость готовых изделий для своих оптовых клиентов. Наша задача на сегодняшний день снизить себестоимость за счет выхода на производителя тканей. То есть сейчас мы работаем с Узбекистаном через посредника. Да, мы нашли выход из ситуации. Да, мы работаем с тем же классом ткани. То есть это премиум класс. Но тем не менее не останавливаемся на достигнутом. Мы хотим выйти на поставщика в Турции. И уже заказали образцы. Мы их уже получили. Они отличного качества. Главная цель омских предпринимателей сегодня – повысить узнаваемость собственного бренда. Для этого все больше изделий размещают на маркетплейсах. Кроме того, в планах и расширение производства. К профессиональному празднику с подарком для слушателей коллектив «Монте-Карло Омск» в преддверии Дня радио. Его в стране отметят завтра. Запустил два новых проекта. Омский хронограф и Омск-вояж. Первый расскажет о главных событиях региона за его 200-летнюю историю. Второй подарит новые знания о родном крае. Поделится ведущей идеями, где можно провести отпуск. Уже есть предложения и на предстоящие майские выходные. Тайна пяти озер, история старинной Сибирской, легенды, села Серебряное. Все это на частоте 106,2. В течение дня эти рубрики будут звучать в промежутках между мировыми хитами. Радио «Монте-Карло» – это не только музыка мирового класса, но и мы продолжаем поддерживать концепцию просветительского радио и знакомить ценителей всего самого лучшего с уникальными уголками мира. Городами мира, кухнями мира. А вот радио «Максимум» Омск в ожидании масштабного спортивного события. Радиостанция выступает официальным партнером всероссийской акции «Забег», которая в нашем городе пройдет в рамках весеннего полумарафона. Покорять дистанции под лучшие рок-хиты участники будут 22 мая. Концепции радио «Максимум» и «Забега» совпадают. Это стремление к новым целям, занимать первые места, покорять новые вершины, делать новые результаты. Я уверен, что под музыку радио «Максимума» забег пройдет гораздо динамичнее и будут новые беговые результаты. А также все это даст неподдельные новые эмоции. Хвостатые стражи умских дорог. Именно они оказываются первыми на месте ДТП. Именно о них знает почти вся страна. Собаки, живущие на автостоянке в районе Демьяна Бедного и Чередовой, настоящие герои социальных сетей и СМИ. Подсластить жизнь четвероногим приезжают со всего города. Аварий на этом перекрестке, который сделали из дворняк звезд после изменений ПДД, поубавилось. Но работы у хвостатых меньше не стало. За территорией следить, чужаков прогонять, да и амурные дела приходится решать. О самых известных и занятых собаках Омска расскажет Дарья Шадрина. Перекресток Демьяна Бедного и Первый Чередовый – один из самых популярных в Омске. Все благодаря хвостатым стражам дорог. Местные собаки, которые несут службу на автостоянке, первыми оказываются на месте ДТП. Это кадры с камеры видеонаблюдения. Столкновение едва успело произойти, а четвероногие тут как тут. На кадрах Мишаня и Халява – российские знаменитости. Попадали даже на федеральные каналы. Пару лет назад Халява, прозванная так за привычку попрошайничать, заболела. Директор предприятия выделил деньги на операцию, но спасти старую собаку не удалось. Теперь дежурство несет только Мишаня. По собачьим меркам – пенсионер. На базу попал много лет назад. Сбила машина. Раненое животное выходили работники предприятия. Благодарный пес остался работать. С тех пор и несет круглосуточное дежурство. Мишаня хоть и в возрасте, слух у него отменный. Первым оказывается на месте ДТП или сообщает напарникам-старажам о незнакомце на территории. Почти постоянно. Где-то там за углом, где-то за гаражами палает. Идем в фонарик. Сопровождают они. Вот Миша, в частности, обязательно сопровождает. То есть я иду туда за угол, да он со мной идет. Несет служба. Да, те рядом где-то, а он прямо у ноги. По утрам встречает и провожает в боксы сотрудников предприятия. Всех знает в лицо. Мишаня, кстати, местная знаменитость. В гости к нему приезжают со всей округи. Не с пустыми руками. В выходные люди приезжают, подкармливают. В праздники люди приезжают, подкармливают. Было и курицу привозили целиком. Замороженную в магазине купили. Говорят, нечего было, вот взяли, приготовьте, пожалуйста. Вместе с Мишаней на территории живет еще несколько собак. Своих боевых подруг пес защищает от посторонних. И как единственный кавалер оказывает знаки внимания. Тем более, что времени на это хватает. Раньше облаивать нарушители, по вине которых на перекрестке происходили аварии, псу приходилось чуть ли не каждый день. Теперь же количество ДТП существенно снизилось. На участке изменили схему движения. Сперва установили знаки, требующие снизить скорость. А потом и вовсе организовали дорогу-дублер по улице Невского. Удалось развести потоки, снизить интенсивность на самом перекрестке с первой чередовой. И соответственно дать возможность людям, которые хотят изменить реакторию своего движения. То есть воспользоваться перекрестком Демьяна-Бедного вторая чередовая, которая немножко дальше от путепровода. И соответственно с меньшей интенсивностью, с меньшей нагрузкой, с меньшей опасностью. Мелкие аварии все же иногда случаются. Пока что Мишаня первым оказывается на месте ЧП. Вот только нести службу хвостатому сторожу все тяжелее. Возраст солидный. Впрочем на базе уже растет достойная смена. Дарья Шадрина, Павел Манжос, 12 канал. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Также вы можете предложить свои новости. Прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. 7 мая в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью до плюс 5 и в дневные часы плюс 7, плюс 9. В районах также облачно с прояснениями. В ночные часы похолодает до минус 1, днем плюс 4, плюс 6. Ветер северо-западный 8 метров в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. И это все новости на сегодня. Благодарю вас за внимание и желаю вам хороших выходных. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова